Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И, собственно говоря, заготовка обруча металлического, которым мы обклеиваем розовым ветром под цвет нашим цветам Танюша, я так понимаю, что сегодняшний аксессуар мы будем разыгрывать в нашем эфире для того, чтобы каждая женщина могла чувствовать себя красиво Конечно. Приступим это. Для начала нам нужно создать композицию. Как всегда, мы начинаем из этого. Мы опять примеряем наши цветочки. Нам нужно выбрать основные большие, как мы их разместим. Централизованно. И дополнить их небольшими. У нас сегодня цветовая гамма розовая. Но я так понимаю, ее поменять мы можем на любое, которое нравится вечно. Конечно, абсолютно. Она может быть сиреневая, то есть можно сделать оранжевые, персиковые. В принципе, всевозможные. Еще немножко подождем. Пока наш пистолет, наш друг, греется. Я смотрю, что у тебя еще ножички. Мы будем вырезать какую-то особую форму. Мы подровняем форму фетра. Я заранее немножко подрежу. Ты сказала, что плотность фетра должна быть большой. Насколько? Чтобы наши телезрительницы понимали, как им выбирать. Минимально 1,5 мм. Это минимально для того, чтобы фетр, который будет тоньше, он не будет держать форму и основу нашей аппликации. Его можно использовать для лепестков подобных роз. То есть их можно не обязательно приобретать. Можно приобрести в полотне и нарезать миндальную порезку, сделать на лепестки и соединить в розы. Танюш, и ты еще сказала, что он у нас коричневый. Вот мне сейчас интересно, это обязательно должен быть темно-коричневый цвет или нет? Мы подразумеваем все-таки, допустим, что он будет использоваться на темных волосах, этот обруч. Если наша избранница блондинка, то мы можем использовать фетр более светлого оттенка. А если она жгучая брюнетка, то мы можем даже выбрать более темный цвет. Да, можно выбрать черный, чтобы он не выделялся, как бы, из-под всей композиции. Вот, мы делаем вот такой овал. Позднее мы еще обрежем те кусочки, которые останутся незаполненными, и мы их хотим заполнить. Танюша, я уже задавала тебе этот вопрос на наших предыдущих эфирах по поводу цветовой гаммы, которая популярна этой весной. Но, возможно, мы повторимся, чтобы наши женщины уже точно знали, что сейчас в тренде. Да, я с удовольствием расскажу. В первую очередь хочу уделить ванильному цвету, лавандовому, обязательно в этом сочетании, и фисташковое. То есть, цвет зеленой молодой травы и насыщенного молочного шоколада. Эти цвета будут самыми актуальными весной. Очень-очень вкусно ты рассказываешь. У меня аж животик заурчал, так кушать захотелось. На самом деле, фисташковый цвет рекомендуют использовать в интерьере для использования, допустим, оформления кухни. Вот, как раз-таки... Чтобы повышать аппетит? Да, чтобы было вкусненько. Так мы уже прикрепляем наши цветочки. Да, мы начинаем заполнять вот наш фетр, плоскость нашу. Мы горячий силикон наносим сразу. Он не повредит нам фетр или его просто не будет видно? Абсолютно. Он очень хорошо спаивается с ним, то есть, проникает вовнутрь текстуру и помогает хорошо закрепить наши материалы. Танюш, мы можем делать какой-то контрастный цвет? Например, если розочки у нас розовые, мы могли взять какой-то другой цвет кружева, не тоже в тон розовый? Очень красиво будет использовать розовый, допустим, вот такой, как у нас, с ультрафиолетом, с синим насыщенным. Это довольно контрастные, необычные цвета, но в сочетании с розом они очень хорошо смотрятся. А кроме роз, какие материалы мы еще можем использовать? Это могут быть любые искусственные цветы на ваше усмотрение. Их достаточно большой ассортимент сейчас представлен. То есть, перед тем, как создать композицию, можно пройтись по магазинам специализированным и подобрать себе что-нибудь интересное. Возможно, какие-то идеи посетят вас именно в те моменты, когда вы будете находиться там. Танюш, вот ты сказала, что обруч у нас металлический. Да. А если кто-то не любит металлическую основу, можем заменить ее на какую-то другую? Конечно. Есть основы пластиковые. Они более нежные, я бы сказала. То есть, они не так сдавливают. Просто те, обычные люди, которые любят поплотнее, чтобы сидела, выбирают на металлической основе. Также обруч. Некоторые думают, что обруч это аксессуар для молоденьких девочек, девушек. Зрелая женщина может дополнить свой образ красивым, стильным обручем? Конечно. Самое главное соблюдение цветовой гаммы. То есть, естественно, розовые оттенки предпочтительнее больше для молодой девушки. Для того, чтобы женщина могла носить обруч, всего лишь достаточно соблюдать цветовую гамму. Это может быть терракот, это могут быть темные шоколадные цвета. Это может быть нежное ванильное в сочетании с бутылочным зеленым, допустим. То есть, самое главное соблюдать соответствие цветовой гаммы. Я смотрю, что мы уже практически заполнили наш фетр. Да. Последнее у нас приготовление. И я все жду, как же мы будем украшать нашу композицию кружевом. Вот, сейчас мы непосредственно приступаем к этому. Итак, нам нужно край нашего кружева. Буквально капелька, насколько я вижу. Да. И под наши розочки в определенных листах. И они тоже выполняют роль некого лепесточка. Да. Такая себе кружевная ажурная подложка получается. И это под каждый цветочек мы используем кружево? Да, практически. У нас, я смотрю, еще остались некоторые листочки. Они у нас просто не вошли в композицию? Или они просто ждут? Они ждут. Они ждут, мы их дополним. Мне вот еще интересно, не будет ли под тяжестью цветов этот фетр прогибаться? Вот как раз-таки, когда я говорила о том, что нужно использовать более плотный фетр. Это для того, чтобы оно не прогибалось. Для того, чтобы оно держало плоскость формы. Вот, нашу для этого мы выбрали фетр поплотнее. Чтобы он нас не подвел, и наша композиция была целой. Практически уже последние штрихи. Дополнение. Танюш, ты уже готова к 8 марта? Морально. Морально, да. Очень хочется праздника, очень хочется убедить, какие сюрпризы наши мужчины нам подготовили. Какое-то такое приятное отношение к этому празднику. Ждешь чего-то интересного, необычного. Хотелось бы, чтобы они больше проявляли фантазию, не боялись. Ну, вот видишь, сегодня Витя предложила связать шарф, а он сказал, что не каждый мужчина на это способен. Мне кажется, что он, как настоящий мужчина, не признался в том, что он не может этого сделать. И он тихонечко научится там себя, а потом придет уже с готовым шарфом. Ну что ж, мы всей редакцией будем ждать шарф от Виктора Диченко. Ты же знаешь этих мужчин, они никогда ни в чем не признаются. Их обо всем нужно спрашивать прямо. Да. Некоторые лепесточки у нас просто рядышком находятся. Да. Ты знаешь, благодаря стразикам у нас сразу заиграла наша композиция. Ну, это определенное поблескивание. И такой изумительный пример. Я смотрю, что подложечка у нас уже готова. Да. Теперь нам осталось ее прикрепить. Передаю тебе основу. Да. Оно должно располагаться немножко в смещенном центре. Вот, сейчас я буду прикрепить. Я напоминаю нашим телезрительницам, что позвонив в нашу студию, за номерами, которые вы видите на своих телеэкранах, вы можете выиграть для себя, сделать себе такой небольшой подарок от Тани Корочкиной ко дню 8 марта. Вот таким образом мы прикрепим. Вот, показываю. Угу. Довольно быстро схватился фетр. Да. Теперь нам нужно, благодаря нашим вот кусочкам, нам нужно еще что-то скрыть. Да. Мы с обратной стороны обрезаем. И делаем небольшое крепление. Непосредственно кусочек наносим силикоп. Угу. И таким образом мы еще и дополнительно закрепляем. Да. Довольно-таки симпатично получается. Аккуратненько оно заполняет, то есть сцепляет верхнюю часть нижней и уже никуда наш обруч не денется. Наша композиция останется. Танюш, а у нас уже есть звоночек. Алло, мы витаем у вас. Доброе утро. Доброго вам ранку. Я так разумею, вы за этим просто чудесным обручем. Да. Мне очень понравился этот отутчик. Я хотела бы подарить своей маленькой племяннице его. Ну что, Танюш, с радостью. С радостью передаем руки нашей телезрительнице. Буквально пару слов от вас для всех телезрительниц, которые тоже смотрят сейчас программу «Новый день». Поздравления с наступающим 8 марта. Я хочу пожелать всем женщинам Украины, нашего города счастья огромного, любви, здоровья, благополучия, мира над нашим солнечным Николаевым. И чтобы все было у них хорошо, чтобы детки их радовали. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Оставайтесь на линии, оставьте свой контакт на телефон нашим режиссерам, для того, чтобы мы могли с вами связаться и передать этот подарок к 8 марта. Ну что ж, Танюш, наш обруч готов. Вот, мы его можем вам показать. Такой вот прекрасный весенний аксессуар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова